всем привет уважаемые гости и подписчики моего канала и так сегодня показываю станок очередного клиента с доработкой значит что входит в доработку у первонаперво входят мерки под порох в основном под сокол люди заказывают вот делается изготавливается из родных мерок станка ли под любую наверху возможно изготовить мерку под порох другой если только он у меня будет в наличии ли вы могу найти в своем городе вот мерка подписывается прогоняется через электронные весы вот такие вот вот то есть мерка получается достаточно тонкая то есть делает три мерки стандарт под сокол по вашему заказу можно под любой другой порох сделать также можно сделать универсальную мерку вот такая конструкция идет с болтом принцип такой вот эта часть болта которая вкручивается дает где-то один грамм разницы в навеске то есть соответственно если выкрутить навеску будет где-то два с половиной три грамма на общем по вашему заказу и от полутора до двух с половиной грамм принципе можно делать под любой порох очень удобно выкручивается просто грубо говоря вставляется станок выкручивается до примерно насыпается дозируется в гильзу и ставится высыпается на весы проверяется да сколько пороха много значит уменьшаем мало значит добавляем очень удобная вещь никак не заказывать комплекты мерок одну сделал собственно говоря и можно пользоваться единственный недостаток вот эту штуку нужно убирать планка снимается суда ставятся шайбы большие и на шайбах двигается туда-сюда чтобы туда штука не вываливалась дозатор также делается три мерки делает 32 34 36 грамм вот так же дорабатывается станок чтобы сыпалась дробь номер один как мы знаем станок ли рассчитан на мелкие номера дроби до тройки меньше уже не сыпет то есть тройку еще более-менее нормально единица застревает очень сильно через раз вот поэтому дорабатываю сыпется дробь вот до ноля даже до двух нолей но единица сыпется сто процентов делается конус вот такой делаю конус сейчас покажу для полуавтомата вот видите чтобы не было утыканий очень сильный конус такой усиленный получается и вот этого конуса вполне достаточно чтобы утыкание вообще не происходило то есть бывает что на двадцатый раз равно один патрон какой-то заводской утыкается вот собранные патроны по моей технологии с моим конусом на полуавтоматах дыкания нету вообще никаких особенно зимой далее что еще но как вы видите помечены станции до для визуального удобства чтобы ставить гильзу на какие станции но это не обязательно это виде эксперимента сделал вот ну и собственно опора попора тоже в комплекте не идет тоже делаю грубо говоря вы получаете станок готовы к экспорт к использованию вот такие вещи что внутри делаю рассказывать не буду в принципе там нужно отверстие увеличивать такое разбирать так не покажешь одну дробь номер один сыпется отлично и в следующем видео в этом же видео в дальше вы это увидите и так это то что касается доработки вот очередного станка моего клиента миль поменял болты кстати вот здесь для удобства закручивания откручиваем прошли те штатные болты что здесь стоят они вообще никуда не годные очень тяжело крутятся и собственно в продолжении сегодня хочу поговорить о том как собрать скажем так эконом патрон на осенний сезон вот не на зиму а на осень вот и так поехали значит для начала берем самый доступный порох что у нас есть сокол видим здесь 2 и 2 грамма по нарезке ставлю 2 и 3 всегда десятку добавляю вот для резкости ну загружаем бункер вот загрузили и для начала проверим через весы мерку дробовую насколько она будет у нас адекватная то есть написано 2 и 3 грамма через электронные весы проверяем это хозяйство значит капсул меняем ставим далее ставится патрон на эту станцию первая загрузка надо немножечко постучать в упорах занял там ниши так весы подготавливаем по нолям и делаем первую засыпку порох есть визуально на 2 и 3 грамма тянет ну будем проверять до 2 и 3 грамма есть мерка рабочая 227 ну вот эти крупинки если добавить вот они как раз затянут до 229 погрешность на этих мерках одну сотую это вполне допустимо потому что порох мы вешаем не через весы а через дозатора как мы знаем дозатор зависит от давления пороха от давления пороха в бункере поэтому насыпать всегда нужно следить чтобы было примерно половина половина пороха но и дроби чуть меньше можно и тогда будет идти стандартная как бы навеска патрона вот стабильного более-менее с разницей там вот видите весы показывают 229 то есть грубо говоря 2 и 3 грамма так далее мерку проверили все как бы нормально порох этот высыпаем назад весы убираем кому нужны весы тоже принципе могу к станку заказать полный комплект сделать и для пороха и для дроби вот для дроби весы будут где-то порядка 500 600 рублей для пороха будет ребят подороже где-то больше ближе к 1000 а то наверно 1200 1300 точнее сказать пока не могу потому что цена друг доллара подскакивала вот то есть кому надо да ну в принципе после того как я доработаю станок поделаю мерки она вам и не нужно будет ну кто хочет принципе можете заказывать со станком по цене на станок тоже обращайтесь контакты будут под видео сейчас говорить тоже не могу потому что цены скачут доработка в принципе мая не так и дорого стоит вот все вопросы в личку так и так значит как собрать патрон с экономичный патрон для осенней охоты да значит я буду собирать единицу вот показываю да чтобы как раз видели что единицу сыпет вот дробь более-менее нормальная насыпаем бункер все не надо высыпать насыпаем где-то патронов на 10-15 потом досыпем дальше берется гильза используется вот видите у меня даже ржавая немножко попалась но это ничего страшного из каимовская главное чтобы был мягкий пластик гильза бушная стреляная со стенда оттуда же стреляные контейнера можно используя тоже сейчас покажу этот способ можно насобирать их вот вот видите вот бывает при выстреле почему-ка контейнером бывает качественно бывает нет видите вот произошел прорыв пороховых газов то есть резкость на этом патроне потеряна для вот тут видите даже еще два отверстия это вот как раз отверстие по стволу где проходит на газоотводных ружьях вот видите я думаю что это из-за этого произошло где отверстие в стволе прошел прорыв пороховых газов соответственно резкость этого патрона упала но если пахал по теплой погоде плюсовая температура это не так существенно а вот зимой зимой этот выстрелить куда не годится я собираю патрон на раннюю осень поэтому можно использовать либо стреляные гильзы стреляные контейнера причем стреляные пара зачастую лучше новых потому что у них донцы расширены они сразу плотно входят туда вот а патрон должен быть плотно собран всегда ответе вот если взять новый контейнер он начинает туда проваливаться вот сейчас на примере покажу хороший гуаланди контейнер h19 вот видите гуаланди итальянские контейнера вот всем хорош контейнер лазит сюда только 28 грамм порох дроби вот вот смотрите на него вот это он лазит более-менее хорошо сюда плотно возьмите наши главпатрон они будут болтаться одно опять же это не так играет значение при плюсовой температуре вот потому что когда плюсовая температура контейнер пластик мягкий он расширяется при выстреле а вот когда зимой когда пластмасса задеревенеет вот тогда все вот эти нюансы начинают проявляться и резкость выстрела падает доходит до того что 2 на 20 метров бутылку даже не разбивает патрон так ну сейчас не об этом вот это то что касается контейнеров можно использовать обтюраторы вот продаются вот есть дорогие не буду рекламировать кто их делает да вот с такими к на этими самым контейнера обтюраторы и пожи контейнеры то есть эти пожи пробковые достаточно качественные комплектующие одно это будет выстрел не самый так сказать экономный мы сейчас говорим об экономном выстреле вот даже мы сэкономить можем на обтюраторах не будем их ставить вот сегодня покажу вот 45 рублей стоит 12 калибра 200 штук на дробь прокладки покажу на прокладках как собирать вот прокладки толстые миллиметр толщиной вот ну нужно чтобы было два ребят нужно чтобы было два как минимум ну тогда будет хорошая обтюрация поэтому будем ставить по две прокладки так дробь порох мы с вами промерили дальше будем использовать вот кстати пробковый пыш очень хороший тоже на зиму вообще великолепные комплектующего такие комплектующие собираю на ответственной охоты патроны и вот на зиму здесь жесткая пластмасса она увеличенного диаметра в гильзу вставляется очень плотно вот то есть никакого прорыва тут нету то есть на ответственной охоты можно собирать ну и вот эти кстати обтюраторы тоже очень хорошие они тоже очень плотно садятся вот так гораздо дешевле обходится чем те вот ну сейчас не об этом сейчас мы о другом значит буду ставить осаленные древесно-волокнистые пажи то есть речь идет о самом экономном патроне значит дешевый порох гильза был капсуль стандартная всегда использую к в 209 причем еще старых партий видите с красным лаком шикарный капсуль средней мощности вот универсальный то есть очень хороший капсуль сколько использую ни одной сечки не было упаковка еще вот такая там где-то говорят там к в 22 еще что-то там муромские какие-то бывают осечки нет у меня слава богу хорошая капсуля так мы приступим так стоп она здесь перемешалась если перед операция путается значит просто высыпаем дробь на место вот так постучали отдозировали порох можно пару патронов проверить да я вижу одинаковое количество потом берем две прокладки вот желательно их высечкой вверх ставить чтобы при когда выстрел происходит его расклинивала вот видите они очень плотно даже сюда входят это говорит о том что увеличенный диаметр вот видите даже не получается так вот ночь даже не получается так вставить через станок поэтому будем заряжать по одному раз очень хорошая прокладка получается большого диаметра хорошая 2 вот они сели потом берем один пыш уже здесь будут пролазить поджимаем и вот видите когда хорошая прокладка вот появляется вот этот бортик выдавлены на пластике это говорит о том что прокладка села и она стоит плотно вот здесь выстрел будет очень резко так ну и на 32 грамма нужно использовать две два пыжа обтюратора просто два пыжа если будете использовать тридцать четыре грамма 36 тогда значит полтора и один надо пыш стоит на 32 всегда ставим два пыжа это 20 миллиметров где-то примерно вот поджимаем можно также прокладку на дробь еще одну поставить еще раз поджали так ну и здесь тоже поправляем дробь и дозируем дробь и вот смотрите что получается дробь сыпется как раз по вот этот вот бортик вот видите толщина прокладок все подобрано правильно дробь засыпалась по вот эту часть и приступаем к следующей операции звездение звездение значит на моем станке нужно ставить по вот этому бортику вот на других станках бывает наоборот нужно ставить вот эту штуку вперед чтобы звезда резалась правильно проверяем видите да у меня давит по контуру бывает давит наоборот поэтому обратите на это дело внимание вот звезда задавлена вот бывает иногда лопается одна сторона но это ничего страшного чуть подправить его можно еще раз додавливаем затем полное закрытие здесь нужно уже хорошо додавливать и вот смотрите видите получается идеальный патрон в принципе он уже готов к выстрелу но для двухстволки вот для полуавтомата видите здесь явно не хватает конуса можно делать его разными способами можно иметь вот такую штуку докручивать потом шуруповертом да вот но это неудобно у меня доработано вот таким образом ставим сюда на станцию следующую и дожимаем рекомендую дожимать атаку два-три раза прокручивая патрон и смотрите что получается ребятки великолепный конус шикарный конус вот и патрон очень плотный ведь он не трясется ничего с ним не происходит и вот это вот уже настоящий патрон собраны для полуавтомата выстрел будет на нем очень резкий и никаких утыканий на него не будет это очень качественный патрон гораздо качественнее чем собран чем заводской чем заводской и в принципе на этом наверное все могу сейчас в принципе даже собрать показать вам как собирается зимний патрон если хотите ну по моему видео у меня есть отдельная на канале по зимнему патрону поэтому наверно на этом заканчиваем кого интересуют станки лис вот с такой с моей доработкой вот под такой конус под полуавтомат контакты будут подверу вариант я вам показал да на комплектующих сейчас покажу второй вариант значит на бушных контейнерах попадаются часто гильзы вот такие с задиром ну можно их выкидывать можно молоточком стукать кто как хочет вот бывает видите идеальная гильза ровненько все хорошо порывов нет но вот оторвано ну я выкидываю такие гильзы но еще одна вторая сразу же такая попалась видите вот так вот так берем значит другие так ну вот визуальный осмотр да ребят еще по поводу гильз значит если свежий то в принципе мыть не надо я мою себя гильзу потому что внутри остается нагар если патрон собираете долго он будет лежать он окисляет порох вот я поэтому всегда гильзы мою потом просушиваю вот но всегда приятно гильзу зачистую в руки по поводу ржавчина если гильза свежая да то ржавчина не появляется ржавчина как раз появляется на гильзах от сгоревшего пороха так и так значит берем кольцо вот видите как удобно покрашенных станции да уже не промахнешься ничего раз первая станция надавили капсулю по вот сюда то не знаю да вот он смотрим вот видите не до конца села то есть у кого строгие патроники надо давлять до тех пор чтобы кольцо села до самого низа вот вот таким образом вот она правит сразу капсульное отверстие уменьшает и соответственно пойдем по эти самые скажите мне подутости вот здесь на донце гильзы тоже выравнивают так берем капсулю видите после того как посадили вот он глубоко не садится додавили снимаем кольцо все визуально осмотрели нормально все села ставим сюда на станцию сыпем порох кто не доверяет может проверить но я визуально вижу что все нормально вот затем беру выбираю обтиратор нормальный вот видите вот такой обтиратор допустим попался вот его использовать нельзя он дырявый соответственно у него будет прорыв пороховых газов берем нож и вот таким образом его отрезаем отрезали все ставим сюда задавживаем раз вот на него ставим один пыш смотрим по высоте мало добавляем 2 достаточно вот и здесь два варианта у нас существует первый вариант можно использовать вторую часть контейнера отрезаем ее таким образом можно сразу нарезать подготовить да кто как но я показываю вам в прямом эфире разные варианты поэтому вот можно использовать вот видите тут маленький контейнер это на 24 грамма получается вот здесь этот контейнер чуть чуть повыше на 28 многие рассказывают что при выстреле дробь вся садится туда проваливается то есть если дробь стоит выше контейнера вот так вот на 5 миллиметров она при выстреле туда вся задавливается ребят это все глупости то есть я дробь в патроне должна прятаться контейнер все что выше она при выстреле разлетится вот посмотрите многие говорят она продавлю посмотрите сколько она продавливает пол диаметра даже не продавливает вот семерка так какие 4 5 миллиметров дроби туда влезет при выстреле ну что за глупости вот вот посмотрите контейнер на 28 грамм правильный итальянский вот видите он как раз выше на вот эти три-четыре миллиметра почему они считаются лучше потому что дробь вся находится в контейнере сразу в патроне одно это нюансы значит далее поставили мы обтюратор поставили пжи и можно использовать вот эти контейнера да кто хочет собрать контейнерный патрон вот либо повыше контейнера брать даже то что они вот раскрыты это уже лучше они сразу при выстреле начнут рассыпать дробь как положено они будут не открытости ну я сейчас соберу без контейнерный патрон засыпали дробь и что видим видим за счет того что высота амортизатора появилась дроби у нас насыпалось очень много и мы не сможем его запечатать поэтому что делаем нам нужно по этот патрон сейчас переделать а именно два пжа по высоте вот о чем я говорил да уже много то есть если мы ставим высокий обтюратор вот такой два пжа много значит нам нужно использовать полтора пжа вот поэтому мы берем и один пыш оттуда выковыриваем вот но это вот всегда как говорится когда партию патронов начинаешь собирать подгоняешь по высоте правильно собирать комплектующий подбираешь и потом уже без проблем собираешь патрон вот я на ваших глазах сейчас один пыш контейнер выковырну вот он до конца он ушел в принципе можно его использовать половину вот можно другие вот у меня есть узкая пробка вот видите двух размеров пыль же эти заказал вот этот можно один выкинуть вот получается что такого толщина у нас много значит добавляем вот такой половинку 4 миллиметра раз поджали так теперь у нас цепится порох мы и порох назад высыпаем сюда ничего страшного и сыпем дробь как видим дробь единица сыпется без проблем вот и что у нас получается все высоту мы подобрали дробь насыпалась как положено высотой и уже начинаем закрывать опять патрон на звездение аккуратненько продавливаем смотрим все отлично полное закрытие делаем вот здесь лучше не сразу давить а вот несколько приемов видите как я потому что гильзы пластику надо прожатся вот видите получилось идеальное закрытие бортик выше чем на заводских дробь чуть-чуть сейчас вот верхний ряд трясется вот но это до тех пор пока мы делаем конус и вот сейчас на конус ставим раз прожали два прожали три прожали вот такой патрон получается с конусом ведь можно еще чуть сильнее прожать буду здесь надо аккуратнее чтобы не раздавить вот здесь донцы иногда когда сильно жмешь вот здесь начинает появляться замятость здесь нужно аккуратно вот такой патрон у нас второй получился как мы видим он по высоте одинаково то самое главное подобрать правильный комплектующий по толщине вот такой экономный патрон еще один вариант получился у нас на этом все ребятки опять же не забываем подписываться на канал ставить лайки кому понравилось видео кому не понравилось нажимаем на колокольчик вот контакты для заказа доработанного станка ли будут под видео всем удачи всем спасибо пока пока картина маслом